Добрый день! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Быков. Ну что ж, курс валют волнует всех. Последние несколько месяцев доллар, евро и остальные валюты по отношению к рублю сначала стремительно выросли, потом также стремительно начали падать. В итоге, как мы знаем, уже достигли каких-то минимумов невероятных евро чуть ли не минимумов 2015 года. Что будет дальше, кого причина всего этого процесса, об этом мы сегодня поговорим с гостем студии. Это наш постоянный гость нашей программы, Давид Ильич Муглашвили, директор Института экономики и управления нашего Тверского госуниверситета. Давид Ильич, добрый день! Роман, добрый день! Спасибо за приглашение! Давид Ильич, почему вдруг наш рубль стал резко укрепляться последние два месяца? Несколько причин, или я бы сказал, целикомплекс причин. Безусловно, это связано с ситуацией, об этом много пишут, и заинтересованные наши телезрители могут самостоятельно с этим ознакомиться, с этим целым комплексом причин, я имею в виду. А основные из них я сейчас перечислю. Прежде всего, из-за той ситуации, в которой мы сейчас оказались, необходимо было быстро реагировать на ситуацию в стране, чтобы, с одной стороны, погасить панику, которая возникла среди людей, что делать со своими накоплениями, и, с другой стороны, поддержать бизнес, чтобы экономика у нас более-менее функционировала нормально, потому что вот эта встряска никому на пользу не идет. И, соответственно, были придуманы различные шаги Центробанка. Это и повышение, с одной стороны, ключевой ставки, которая определенные плюсы сыграла, свои плюсы имела, второе – это заморозка действиями с валюты, и, в-третьих, это 80-процентная продажа, выручки предприятий, которые получают за свои услуги и товары в долларах. Это привело к тому, что определенным образом Центробанк дал сигнал населению, что можно рубли не забирать из банков, что рубль – надежная валюта, что в рублях можно сделать сбережения, и в каком-то смысле народ этот сигнал услышал. Но, с другой стороны, Центробанк, безусловно, думал о том, что после того, как произойдет первая фаза, пройдет первая фаза – это фаза паники, в определенном смысле. Надо тоже пересмотреть этот курс, чтобы все-таки бизнес имел возможность получать кредиты, потому что бизнес сейчас в этой ситуации больше всего требует поддержки, потому что очень многие производители, когда увидели, что началась вот такая ситуация, и очень серьезно подрос доллар, вы же знаете, что стоимость доллара доходила до 100-120 рублей, многие решили сделать определенный запас комплектующих, чтобы не остановить производство. И, соответственно, сейчас, когда возникает вопрос, почему сейчас цены не падают, как раз во многом это объясняется тем, что многие предприятия сделали запасы, исходя из очень дорогого доллара. На всякий случай. На всякий случай. Но еще раз повторяю, что эти шаги, которые были предприняты Центробанком, они носили временной характер, потом, когда произошло некое успокоение рынка, надо было другие решения принимать. И вот мы увидели совсем недавно, что Центробанк поменял ключевую ставку, этим дает бизнесу сигнал, что кредиты становятся дешевле. Но, честно говоря, имея очень тесные связи с бизнесом и зная мнение настроения в бизнесе, бизнес все равно недоволен. Бизнес хочет еще более низкую ключевую ставку. Где-то для них приемлемым было бы 5-7%. Особенно хорошо будет, если это будет где-то вот, ну, около 5% это самая идеальная ситуация, потому что где-то в этом случае кредиты могли бы получить за 7%, а это, безусловно, даст очень большой толчок повесить спрос на кредиты, а спрос на кредиты, это означает развитие производства, это расширение спецификаций, это наем рабочей силы, это, значит, занятость и так далее и тому подобное. Сразу решается множество вопросов. И, соответственно, производство товаров в большем объеме, которые нам так нужны сейчас. Дмитрий Ильич, так все-таки какой курс доллара выгоден нашей стране? На стране, промышленности, населению? Дорогой доллар или, наоборот, дешевый? Соответственно, рубль слабый или сильный? Конечно, с одной стороны, нам может показаться, что чем крепче рубль, тем лучше. Дешевле товары импортные? Вот как раз смотрите, в чем дело. Если доллар дешевый, то есть рубль крепкий, в этой ситуации у нас, имея одну и ту же рублевую массу, мы можем купить гораздо больше долларов, чем если бы доллар был дорогим. Это означает, что мы больше покупаем, или бизнес больше покупает импортных товаров и завозит в страну. В этой ситуации мы вредим нашему производству. Потому что если очень много всего западного, то, соответственно, наше производство не развивается. Или если наши что-то производят, они, может, и такого же качества, но дороже. Потому что все-таки завозная продукция в этой ситуации, то есть Запад все равно делает это, допустим, лучше. Или, допустим, из Китая, или из Юго-Восточной Азии. То есть это мы вредим нашему производству. А нам хотелось бы все-таки, чтобы наш сектор, производственный сектор и вообще сельскохозяйство, вообще наша экономика развивалась. В этой ситуации мы меньше. То есть когда доллар стоит дороже, то есть то же самое 60-70 рублей, то, соответственно, мы имея одну и ту же рублевую массу, мы уже можем купить меньше долларов. Соответственно, импорт будет уменьшаться. А потребности все равно в товарах существуют. А эти товары будут вынуждены или будут мотивированы производить наши производители. В этой ситуации мы развиваем наше производство. Видите ли, в чем дело? Всем должно быть понятно, что покупая любой импортный товар, мы оплачиваем труд зарубежного работника. Мы обеспечиваем прибылью зарубежного владельца капитала. Мы платим налоги этой покупкой в это государство. И, соответственно, мы укрепляем то государство, откуда это все заходит. Вместе с тем, чтобы эти деньги мы направляли бы наше государство, зарплату нашим людям. Но, опять-таки, для этого очень важным является делать вот этот баланс. Мы и без импорта не можем, потому что, к сожалению, наша экономика последние 30 лет развивалась так, что мы почти не производим средства производства. Ну, нельзя быть, в другой стороне, автарки. В принципе, невозможно. Никто сам для себя все не проводит. Ни США, ни Англия, ни Германия, ни даже Япония. Совершенно правильно. Но вот данная ситуация сейчас показала, что мы где-то экономическую безопасность потеряли. То есть перекос на все-таки есть. Все-таки перекос был на импорт. Вот, знаете, вот когда я говорю, что надо производить основные средства, я имею в виду, что мы должны иметь очень сильную передовую станкостроение, передовую селекционную работу, лаборатории, которые и в сельском хозяйстве, это и животноводчество, это и пшеница, это и борьба с насекомыми и так далее и тому подобное. Чтобы мы могли производить такие же эффективные трактора, такие же эффективные самолеты, такие же эффективные все остальное. Но у нас, видите, строительную технику. Посмотрите на улицы. Сейчас много очень делается дорог. Где наша техника? Нашей техники нет. Соответственно, получается, что наши заводы пустуют, потому что нет технологий, нет науки и все остальное. А зато мы из-за того, что закупаем, обогащаем чужое государство. Это очень длинный вопрос. И я часто говорю своим коллегам и своим студентам, что нам нужно, я использую хорошо знакомое слово, но, конечно, я имею в виду совершенно другой смысл на панели. Нам надо сейчас серьезно думать еще об одной индустриализации и еще об одной, ну, не коллективизации, но еще об одной, одном серьезном повороте в сторону сельского хозяйства. Но совершенно другими формами, совершенно другими методами, совершенно другим наполнением. Но то, что это надо сделать, для того, чтобы повесить экономическую безопасность на стране, в этом я уверен. Спасибо большое, Давид Ильич. Это была программа «Тема дня. Комментарии». Мы сегодня говорили о том, каким все-таки надлежит быть курсу доллара. Вот, как Давид Ильич сказал, нужно что-то оптимум какой-то среднее. То есть и невысокий, и низкий. То есть, ну, наверное, 75 рублей плюс-минус. Спасибо большое, Давид Ильич. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok